Не выпустили. Чиновник Госпогранслужбы, обвиняемый в хищениях на проекте «Стена», останется под стражей. Так постановил апелляционный суд Киева. Александр Атаманюк просил также уменьшить ему сумму залога. Что ответили судьи, узнаем от Богдана Вербицкого. По данным следствия, начальник управления капстроительства Госпогранслужбы Александр Атаманюк один из главных организаторов хищений во время строительства так называемой «Стены». Но защита чиновника так не считает. По словам адвоката Атаманюка, он не имеет отношения к генеральному подрядчику строительства европейского вала в фирме «Китрейд». Поэтому защита просила у апелляционного суда столицы изменить меру пресечения и уменьшить сумму залога для подзащитного. Я уважаю, что застава в розуме 3 миллиона 200 тысяч гривен – это застава, яка, ну, знаете, это безальтернативный арест, а не застава. Не признает своей вины и подсудимый. Говорит, должен был лишь сдать проект в установленные сроки. Но в антикоррупционной прокуратуре убеждены – качество работ не выдерживает никакой критики. В общей сложности в хищениях во время строительства фортификационных сооружений на восточной границе подозревают 7 человек. Среди них три чиновника Госпогранслужбы, столько же директоров фирм-подрядчиков и один посредник. 16,7 миллиона гривен, которые были выявлены в ходе проведения экспортизации – это только вершина айсберга в завалотении коштами государственного бюджета. В итоге судьи не поддержали апелляцию защиты и оставили Атаманюка под стражей до 6 октября, не изменив при этом и сумму залога. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok